Название интеллектуального соревнования 14-18 выбрано не случайно. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Задания были основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Игра проходила по всей стране. Формат игры, он заставляет ребят с большим интересом и вовлеченностью окунуться и изучать историю Великой Отечественной войны, наши славные страницы и сохранять историческую память. Игроками онлайн-поединка стали учащиеся с 8 по 11 классы. Команда из видновской школы номер 10, как рассказал ее капитан Ильша Джафаров, была собрана в течение двух недель. Читали разные документы, указы о Второй мировой, смотрели историю развития всех событий во Второй мировой войне, даты изучали. Ребятам предстояло ответить на 20 вопросов. Все задания охватывали период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945. В фильме «Они шли на восток» показана судьба представителей этой страны, которые приняли участие во Второй мировой войне на стране Германии. Ребята занимались с учителем истории в наших кружках исторических и секциях. У нас есть школьный музей, который мы недавно открыли. Там у нас проходят активные занятия. Я надеюсь, все это ребятам поможет. Участник команды 10-й школы с исторической фамилией Александр Кутузов рассказал, что хорошо подготовился и уверен в своих знаниях. Мне одинаково дается запоминать как и даты, так и исторические события, их особенности, их детали. От муниципалитета в исторической онлайн-игре также приняли участие две бутовские школы. Результаты интеллектуального соревнования станут известны через несколько дней. Рейтинг команд будет опубликован на официальном сайте игры 1418. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.